здравствуйте дорогие друзья и рада приветствовать вас на своем канале и сегодня я хочу показать вам какие астры я планирую посеять в сезоне 21 года и знаю что многие садоводы не выращивают астры потому что астры болеют часто у многих садоводов астры болеют но у меня астра не болеет и под сегодняшним роликом я оставлю ссылку на ролик где вы можете посмотреть как цветет астр серии бомбина и также я отвечаю там на вопросы почему же астры болеют ну вот сегодня с серии бомбина я и начну это низкорослая астра высота 15-20 сантиметров из одного семечка у нас получается хороший пышный кустик обильное цветение вот здесь как на пакетике у нас нарисована так в общем-то она и цветет вот такой вот шарик пышный шарик и обильное цветение здесь у меня прошлогодние пакеты я в прошлом году познакомилась серии бомбина по совету своих подписчиков спасибо огромное девочки вот присылали мне снимки этой астры мне очень захотелось ее вырастить здесь у меня остатки и вот в этом сезоне я буду сеять уже все остатки астра семена астры у меня сейчас хранятся до момента посева в морозильной камере в принципе они у меня с прошлого года как в прошлом году 15 марта я посеяла эти астры и пакетики сразу убрала в морозильную камеру когда у нас пакеты с астрой хранятся морозильной камере они не так быстро теряют всхожесть но единственное что конечно нужно помнить если вам допустим нужно 10 растений то нужно посеять семян примерно 15 а то и 20 для того чтобы сто процентов у вас было 10 растений схожесть конечно будет уже не стопроцентная после того как мы уже год хранили в холодильнике тут урожай 18 года то есть я конечно понимаю что если мне нужно по 10 растений то я посею семян по 20 примерно ориентировочно да вот это вот окраска хотела про нее сказать light rose double очень такая оригинальная изначально центр белый у соцветия и окантовочка такая розовые лепестки но по мере цветения цветок становится совершенно белый и вот если только совсем близко подойти и рассматривать начать эти соцветия тогда видно что остается вот это вот нежная белая розовая окантовочка так вот издалека если не подходить совсем вот вплотную к растению то смотрится совершенно белыми соцветиями окраска совершенно белая кажется затем кармин очень насыщенная окраска красивая тоже серия бомбина и red shades вот эти все три окраски я обязательно буду выращивать я и в прошлом году в сезоне двадцатого года выращивала вот все три эти окраски мне очень они понравились но когда вы будете высаживать эту астру в сад то конечно нужно оставлять расстояние где-то сантиметров 20 между растениями при высадке вот этой рассады потому что кустик достаточно пышный примерно 20 сантиметров высота 15 20 сантиметров затем хризантелла я буду также выращивать в этом сезоне в сезоне двадцатого года я тестировала эту серию мне очень понравились понравилась серия астры хризантелла и вот в этом сезоне я буду выращивать коралл и сакуру в прошлом году я их не выращивала две вот эти вот окраски вот буду тестировать в сезоне двадцать первого года вот эти две окраски сакура это яблоневый цвет ну и коралл такая кораллового окраса очень красивая серия хризантелла имеет очень плотные соцветия и также обильное цветение также я буду тестировать в сезоне 21 года серию хамелеон селект это пинг фрост и блю фрост почему решила выращивать потестировать вот эту серию также по рекомендациям моих подписчиков присылали мне фотографии этой невероятно красивой астры и мне очень захотелось вырастить эту серию изначально цвет идет насыщенный и постепенно переходит также в совершенно белый цвет то есть вот так вот меняет окраску вот это астры серии хамелеон селект тоже от биотехники но астры я практически все выращивают только от биотехники за исключением еще одной серии это серия баллон от компании поиск мне очень нравится тоже это астра и там сколько у нас расцветок белая баллон красная голубая и абрикосовая и желтая вот вот такие расцветки серии баллон бывают еще очень хорошая астра всем тоже советую но в этом сезоне не буду баллон выращивать так как у меня много получается слишком астр и карамболь серия карамболь тоже мне очень нравится я еще пока не определилась буду ли я выращивать в этом сезоне золотой карамболь но вот серебряно-голубой обязательно буду выращивать потому что у меня как-то мало голубых в этом году астр вот тоже астра это пригодна для срезки вот все эти астры пригодны для срезки за исключением серии бамбина и цветение у них очень обильно мне кажется она порадует любого садовода и также очень хорошая есть серия это леди коралл также несколько расцветок карамболь тоже есть еще несколько расцветок и вот леди коралл тоже очень красивая астра но в сезоне 21 года я ее не буду выращивать просто так вот рекомендую кто может быть не выращивал никогда вот эту серию очень красивая астра так ну и что еще хочу сказать что вот эти астры сеять я буду ориентировочно с 10 по 15 марта так же как в прошлом году вот здесь у меня подписано было 15 марта я сеяла и пока еще не определилась или буду выращивать на балконе эту астру или увезу в сад если и если выращивать буду в теплице если в сад увезу то я только посею дома в ложке эту астру и затем вывезу в теплицу но это все будет зависит от того как я буду выращивать их в домашних условиях на балконе либо в теплице от того насколько много будет снега вот у нас в марте месяце растает снег не растает снег в общем то зависит будет это от погоды от того сколько будет у нас осадков вот ну а так обычно я сею астру появляются всходы и я сразу выношу ее вот на балкон если в домашних условиях потому что астра это в общем то достаточно холодостойкая рассада и она очень хорошо растет и развивается на застекленном балконе изначально после посевов конечно ставим на досветку чтобы астра не потянулась ну а затем уже ну буквально наверно на недельку а затем я уже выставляю вот если дома выращивать просто на балкон восточная сторона и освещенности в принципе астре хватает важный момент что забыла сказать если вы впервые планируете выращивать астру то ни в коем случае не нужно под астру готовить но такой вот жирный жирный вкусный грунт не нужно добавлять биогумус азотные удобрения астр будет прекрасно расти и развиваться рассада астры на самом таком вот ну скажем пустом грунте без особого удобрения и вот в этом случае если грунт вы подготовите правильно астра вас порадует своим цветением и рассада будет хорошая не старайтесь закармливать астру и вообще в период развития рассады астры я ее ничем не подкармливаю единственное что я делаю это опрыскиваю один раз в месяц агатом и один раз в месяц аквамин витаминами аквамикс в грунт никаких удобрений я не добавляю и по листу удобрениями больше никакими я не подкармливаю астру вот в общем то и все на этом я с вами прощаюсь всем пока пока